МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1913 года в этот день каждый год была даже запрещена продажа любого вида алкоголя. С приходом большевиков о дне трезвости забыли. О счастье народа в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в канун Всероссийского дня трезвости у нас в гостях врач-психиатр-нарколог, заведующий экспертно-методическим отделом Самарского наркодиспансера Сергей Царев. Здравствуйте. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Вы не забыли номер телефона 202-11-22. Как обычно в этой студии ждем ваших звонков. Сергей Анатольевич, вообще утверждается, что в России идет неуклонное снижение потребления алкоголя на душу населения. Но при этом, вот по последним буквально данным Минздрава, миллион двести тысяч жителей страны страдает алкогольной зависимостью. Я не знаю, мне кажется, что эта цифра огромная. Ну, необходимо сразу определиться, что существуют данные истинные, которые очень сложно изучать и которые характеризуют реальное состояние дел, и данные официальной медицинской статистики, которые мы располагаем. Они основаны на том, что люди к нам обращаются за помощью, и мы регистрируем у них заболевание. В данном случае зависимость от алкоголя. Так вот, истинные данные и данные официальной медицинской статистики зачастую очень сильно отличаются. В разы, возможно. В какую сторону это интересно? Ну, вот, к примеру, считается, по данным различных исследований, что алкоголь на планете с той или иной интенсивностью употребляют до половины населения земного шара. Синдромом зависимости от алкоголя страдает 4-5% населения. Это данные общемировые, и я думаю, что они сопоставимы и с данными по Российской Федерации. То есть популяция не очень сильно отличается. В то время как у нас зарегистрировано лиц с синдромом зависимости от алкоголя в Самарской области, на данный момент около 13 тысяч, что составляет приблизительно половину процента. То есть еще меньше, чем... Совершенно верно. То есть можно сделать вывод, что существует доля некоторых скрытых потребителей, которые страдают этим заболеванием, но не обращаются за медицинской помощью в официальные медицинские учреждения, государственные медицинские учреждения. Это определенная проблема, и пути ее решения достаточно важно находить и каким-то образом решать эту проблему. Ну, полпроцента звучит засыпляюще. Ну, еще раз повторю, это лишь те, кто обратился в государственные медицинские учреждения. На самом деле людей, страдающих в зависимости от алкоголя, в разы больше. Знаете, мне кажется, что у всех уже накопилась определенная усталость от постоянного муссирования этой темы, и темы алкоголизма в обществе воспринимают как нечто, ну, очевидное и неизбежное, скажем так. Насколько оно неизбежно? Ну, вообще, конечно, проблема стоит достаточно остро давно, да, поскольку, по официальным данным, огромная доля смертей в трудоспособном возрасте связана именно с потреблением алкоголя. И порой случаи смерти, связанные с алкогольным отравлением, либо с управлением транспортом в состоянии опьянения. То есть различные ситуации, так или иначе, связанные с потреблением алкоголя, к сожалению, наносят огромный экономический вред стране. Это и годы недожитой жизни, и потери в производственной сфере экономические. Все это, несмотря на то, что тема действительно достаточно давно обсуждается, но, тем не менее, остается актуальной и острой на данный момент. Здесь забота о своем здоровье, получается, неразрывно связана с заботой о здоровье страны. Ну, через семью и дальше к стране. Поскольку, еще раз повторю, проблема не только медицинская, но и социально-экономическая. Вы сказали, что, по данным социологов, употребляют алкоголь, пьют вино и что-то еще, примерно половина населения всего. Но постоянно муссируется информация о безопасной дозе алкоголя. И все ссылаются, конечно, на французов, которые каждый день пьют красное вино. И это не только не вредно, но еще это и полезно. Это миф или нет? Существует ли вот эта самая безопасная доза? Вы знаете, мы очень настороженно и осторожно к этому термину относимся. И необходимо понимать, в каких аудиториях и в каком контексте этот термин употреблять лучше. Действительно, Всемирная организация здравоохранения говорит о некой безопасной дозе алкоголя для мужчин и для женщин, употребление которой не приведет к серьезным последствиям для организма. Действительно, такой термин существует. Но мы с вами понимаем, что общаясь с широкими массами, зачастую с подростковым населением, употреблять такие термины, как безопасная доля алкоголя, чревато достаточно. Поэтому, понимая, что такая доза существует, но мы же должны в то же время понимать, что, возможно, она безопасна для физического состояния того или иного индивидуума, но она может стать определенным трамплином для развития серьезного такого заболевания, как хронический алкоголизм. Поэтому мы стараемся об этой, ну, так называемой безопасной дозе алкоголя не упоминать, особенно в подростковой аудитории, но, тем не менее, она существует. Но она что-то чуть ли не 37 миллилитров, она ведь на самом деле очень... Она очень незначительная, да, совершенно верно. И, ну... Вовсе не бокал красного вина. Вовсе не бокал красного вина. Да, вы совершенно верно говорите, что существуют, во-первых, различные типы потребления алкоголя. Для нашей страны характерен так называемый северный тип употребления, когда преимущественно потребляются крепкие напитки. И, опять же, мы с вами понимаем, что одной дозой алкоголя, как правило, не ограничивается потребление. Знаете, я искала информацию, и вот утверждение, что Россия пила всегда, вот все говорят, Россия самая пьющая страна, в России пили всегда. На самом деле ведь это не так. Есть исторические документы о том, что в начале прошлого века мы были в Европе на предпоследнем месте по употреблению алкоголя, то есть меньше нас пили вообще, говорят, только в Норвегии. И то за счет законодательной системы, а все остальные пили больше. Не знаю, есть ли смысл философствовать, чего мы пьем сейчас. Нужно понимать, да, что когда мы говорим о продукте, о каком-то, в каком является алкоголь в том числе, в любом случае это сочетание двух факторов спроса и потребления. Поэтому и употребление алкоголя в данном случае тоже сочетание тех же самых двух факторов. Для того, чтобы анализировать объем потребляемого алкоголя, необходимо также анализировать такой фактор, как доступность алкогольных продуктов. К сожалению, мы можем наблюдать, что доступность в течение времени меняется и не всегда в сторону снижения, поскольку то, что мы видим в настоящее время, алкоголь достаточно доступен. И это фактор, который может влиять и влияет на рост потребления алкоголя. Если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии врач-психиатр-нарколог самарского наркологического диспансера Сергей Царев. Мы говорим об алкогольной зависимости, конечно же, да. Тема серьезная, проблема серьезная. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить в студию, телефон 202-11-22. Итак, что считать алкоголизмом? Вот получается, что если человек употребляет алкоголь регулярно, ну, с какой-то периодичностью, я не знаю, это же в сродни наркомании получается? Ну, все-таки наркомания – это термин, который используется в медицинском сообществе применительно к зависимости от наркотических веществ. Если мы говорим о зависимости от алкоголя, то международная классификация болезней у нас разделяет лица, которые имеют патологию, связанную с потреблением алкоголя, на две группы. Это люди, употребляющие алкоголь с вредными последствиями. То есть это та группа людей, которые систематически употребляют алкоголь, имеют в связи с этим различные проблемы, но синдром зависимости у нее пока на данном этапе не сформировался. И вторая группа пациентов уже с сформированным синдромом зависимости, тем самым хроническим алкоголизмом, как это называлось ранее. Та группа, которая страдает периодически алкогольными психозами, алкогольными галлюцинозами, то есть это психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Поэтому мы вот в медицинском сообществе всех лиц, имеющих наркологическое заболевание, связанное с потреблением алкоголя, разделяем вот на эти две группы. А где эта грань между употреблением и зависимостью? Считается, что появление синдрома отмены алкоголя или в просторечии называемым синдромом похмелья, то есть вот та грань, за которой лицо, употребляющее алкоголь с вредными последствиями, после которой становится зависимым от алкоголя. То есть явный признак сформированного синдрома зависимости – это тот самый похмельный или абстинентный синдром, который заключается в том, что пациент при принятии определенных доз алкоголя испытывает физическое облегчение. То есть вот это вот можно считать таким первым звонком для человека? Это уже не первый звонок, да, потому что сформированный синдром зависимости – это фактически признание того, что человек страдает зависимостью от алкоголя. Первые звонки должны настораживать гораздо раньше, когда употребление алкоголя может вести к различным негативным последствиям без сформированного синдрома зависимости, но, тем не менее, изменения, которые происходят в организме, то есть повышенная агрессия, бессонница, какие-то негативные бытовые ситуации, связанные с утерей контроля потребления алкоголя – все это свидетельствует о том, что человек, злоупотребляющий алкоголем, в нескольких шагах от сформированной зависимости от алкоголя. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Большое спасибо вам за этот вопрос. Да, действительно. Очень актуальны сегодня, наверное, да? Да, совершенно верно. Ну, действительно, проблема алкоголизма, в том числе и связанного с употреблением пива, существует в связи с широкой распространенностью этого продукта. И благодаря тому, что долгое время в популяции существовал миф, что пиво – это не алкогольный напиток, и что его употребление не приводит к алкогольной зависимости. К сожалению, это не так. Пиво – такой же алкогольный продукт, как и другие, отличается лишь тем, что у него меньше градусность. Тем не менее, систематическое употребление пива также приводит к формированию алкогольной зависимости только за более длительный период времени. Как такового термина «пивной алкоголизм» в медицинской документации и классификации не существует, но тем не менее, он имеет место. То есть, в процессе сбора анамнеза мы зачастую этот термин используем. И еще раз повторю, что злоупотребление пивом также приводит к развитию синдрома зависимости. Что делать и каким образом поступать? Один из самых важных шагов – это осознание пациентам, что действительно проблема существует. Да, действительно, при употреблении пива те проблемы, о которых я говорил ранее, такие как развитие психотических нарушений и алкогольные психозы, то есть он отсрочен по времени. Но при употреблении пива могут возникать нарушения функций систем других органов, то есть эндокринные системы, желудочно-кишечного тракта. То есть, все это является следствием длительного злоупотребления пивными напитками. Поэтому один из важных шагов, который необходимо предпринимать и родственникам, и самому пациенту – это осознание того, что проблема существует. Это очень важный шаг. И, к сожалению, мы здесь вынуждены констатировать, что очень небольшое количество пациентов самостоятельно осознают, что проблема уже есть. Во многом из-за этого мы видим значительный контингент лиц, которые не доходят до нас, думая, что проблема под контролем, что всегда можно остановиться, что родственники преувеличивают проблему, и практически человек не обращается к медикам. Еще один звонок. Послушаем. Алло, здравствуйте. 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 У меня предложение. Убрать алкоголь из продовольственных магазинов. Сделать специализированные магазины, чтобы там был алкоголь, табак и пиво. Вот. И в этот магазин молодежь вообще не допускать. Потому что это возникло мне такое... Я однажды наблюдала такую картину. Заходит мамочка с подростком. Подростки ему лета 10-11. А напротив входа как раз алкогольные люди, алкогольные продукции. Он как встал от мальчонка и туда во все глаза смотрит, пока мамочка там ходит по магазинам. Вот. Какие мысли у этого мальчика? Не знаю. Вот. А так не было ему доступа. Он может у них никаких мыслей не возникло. Мы услышали ваше предложение. Большое спасибо, что вам не все равно. Большое спасибо за звонок. А вообще, что наркологи думают по этому поводу? Мы как медики абсолютно поддерживаем подобные предложения. Действительно, еще раз повторюсь, что два компонента спроса и предложения здесь очень важны. И когда такие предложения, ну, разнообразные, с использованием маркетинговых ходов, разноцветные, с прекрасной рекламой, и, ну, безусловно, это влияет на спрос, да, подрастающее поколение и неразвитые еще, да, в определенной степени ментально, они очень падки на яркую и хорошую, красивую рекламу, да. В этой связи я абсолютно поддерживаю звонившую, да, то есть необходимо ограничивать, как только возможно, да, то есть прием, вернее, процесс распространения точек продажи алкоголя как по территориям, так и по времени продаж, да, и, безусловно, такая работа ведется. В разных регионах существуют разные временные слоты, когда можно продавать алкоголь. Безусловно, это, над этим необходимо работать. Однозначно существуют многочисленные исследования, которые подтверждают, что объемы потребления алкоголя напрямую зависят от времени продаж алкоголя. Поэтому чем меньше доступность, да, особенно для подрастающего поколения, как совершенно верно замечено, тем меньше риски возникновения алкогольной зависимости. Сергей Анатольевич, что происходит с организмом человека, который выпил? Как объяснить то, что белый, пушистый, воспитанный, нормальный, ну, я что-то про мужчин, хотя, в общем, и про женщин тоже, наверное, можно это говорить. И он совершенно меняется, может становиться агрессивным, может терять любые присущие ему моральные ценности и так далее. Что это? Ну, в чем основное коварство алкоголя, да, то есть алкоголь – это антидепрессант по своей структуре, по химическому строению. Он вызывает у здорового, нормального человека выброс определенных, да, нейромедиаторов, да, или веществ, которые вызывают эйфорию определенную, поднимают настроение. В связи с этим настолько он привлекателен. И в связи с этим вот процесс постоянного потребления этого вещества запускает определенные процессы в головном мозге, да, которые истощают систему вот этого вот выброса этого вещества. Поэтому вы говорите о изменении человека, да, когда он при употреблении становится агрессивным. Здесь уже варианты патологического опьянения, да, поскольку не всегда благодушие, да, возникает после приема алкогольных напитков и эйфории. В том случае, если у человека имело место какие-то процессы в головном мозге, черепно-мозговые травмы, какие-то заболевания, то процесс принятия алкоголя может спровоцировать вот такие вот вспышки агрессии. Здесь необходимо в каждом конкретном случае понимать, что может вызывать вот такое неадекватное поведение у человека. Особенности личности, особенности психологического портрета человека, наличие в анамнезе черепно-мозговых травм, как еще раз повторю. То есть все это может приводить к тому, что немотивированные вспышки агрессии могут возникать, и куда они будут направлены, очень сложно прогнозировать. В народе очень любят говорить про белую горячку. Что это такое на самом деле? Белой горячкой называют алкогольный психоз или алкогольной делирией. То есть у лица уже с синдромом зависимости от алкоголя при определенном этапе развития хронического алкоголизма может возникать синдром отмены, на пике которого возникает та самая белая горячка. Чем она обычно проявляется? Человек абсолютно дезориентирован в месте, во времени, в собственной личности. То есть он представляет определенную опасность для себя и окружающих. Поэтому такие пациенты подлежат обязательной госпитализации в стационар с последующим лечением. Но по сути это проявление хронического алкоголизма однозначно, и выраженное в таких психотических изменениях, когда человек полностью дезориентирован. Насколько это поддается лечению? И вообще реально ли жизнь положить на то, чтобы излечить человека от алкоголя? Излечить хроническое заболевание, рецидивирующее, которым и является хронический алкоголизм, практически очень сложно. Опять же здесь определенная игра терминов. То есть человек может прекратить употребление алкоголя и находиться в ремиссии на протяжении достаточно длительного времени, вплоть до окончания жизни. Но тем не менее это будет у медиков считаться не выздоровлением, а длительной стойкой ремиссии. Хотя для родственников по большому счету, наверное, не важно, как это называется, ремиссия либо выздоровление. Действительно, при сочетании ряда факторов прогноз благоприятный. Во-первых, это желание пациента, который понимает, что проблема существует, что необходимо приложить какие-то усилия к излечению. Это один из самых важных факторов, который должен присутствовать. Кроме того, адекватное лечение медикаментозное на первом этапе необходимо. И дальнейшая поддержка психологов и психотерапевтов. Поскольку лечение, как многие думают, не заканчивается на этапе медикаментозного лечения. Существует миф, в соответствии с которым человек пришел к нам, обратился, прошел курс стационарного лечения и считает себя выздоровевшим от алкоголизма. Еще раз повторю, это миф. Лечение от алкоголизма – это очень длительный и трудоемкий процесс. И вовлечь в него необходимо не только самого пациента, но и ближайших родственников пациента. Поскольку они должны помогать ему выйти из вот этого серьезного заболевания. Процесс длительный, еще раз повторю. Он периодически может сопровождаться срывами или рецидивами. Но это не значит, что человек безнадежен и что человек слабоволен. И что он не желает вести трезвый образ жизни. Мы с пониманием относимся к таким срывам. Мы настраиваем родственников на то, что необходимо поддерживать его. И после выписки из стационарных условий. И продолжать в дальнейшем психотерапевтическую работу. Она может проводиться как у нас в поликлинических отделениях. Так и может проводиться у групп так называемых анонимных алкоголиков. Которые показывают достаточно неплохой результат своей работы. И используют в своей работе 12-шаговые программы. А как относиться к этой рекламе? Кодирование от алкоголя за один сеанс. То есть в принципе можем пойти, что-то сделать и все. Большинство методик кодирования, которые рекламируются достаточно активно. Они основаны на страхе пациента. Перед тем, что употребление его может вызвать серьезные последствия для организма. Вплоть до смерти. Не буду отрицать определенные части населения. Такая методика действительно приносит результаты. Но с научной точки зрения такие методики не содержат доказательной базы. И не являются научно обоснованными. Вы сказали, что первым условием должно быть то, что человек осознал, понял проблему. Захотел от нее избавиться. И приступил к лечению. Но так ли много пьющих людей, ну не знаю, на стадии, может быть, конечно, не уж не самой крайней, готовы признать, что они зависимы. Действительно так. Никто ведь не собирается стать алкоголиком. Совершенно верно. Действительно, таких людей мало. И это одна из наиболее таких острых проблем. И задач наркологической службы, каким образом лиц еще на стадии несформированного синдрома зависимости привлечь для работы со специалистами, чтобы предотвратить развитие заболевания. Поэтому мы стараемся тех категорий граждан, в которых выявлено какое-то опасное поведение, связанное с потреблением алкоголя. Например, вождение за рулем в нетрезвом виде. То есть существует такая категория граждан. Мы понимаем, что в данном случае это достаточно серьезный тревожный звонок. Помимо того, что существует опасность для окружающих, что человек садится за руль в нетрезвом виде, для нас это определенный критерий, что у человека утрачен ситуационный контроль, связанный с употреблением алкоголя. Поэтому в отношении вот этой категории ведется определенная работа. Мы приглашаем к себе, мы пытаемся вести в течение определенного срока работу с такими пациентами, предотвратить развитие синдрома зависимости. Это одно из направлений. Вообще, в ходе медицинского освидетельствования, когда мы также выявляем не только водителей, но и других категорий с признаками пагубного употребления алкоголя, мы стараемся их мотивировать на обращение в диспансер, чтобы предпринять какие-то шаги и не допустить развития болезни. В целом проблема, еще раз повторю, очень острая. Очень мало пациентов, которые доходят до нас до развития синдрома зависимости и до появления вот той самой белой горячки, о которой вы сказали. Сергей Анатольевич, у нас прям чуть-чуть осталось времени, но давайте попробуем ответить еще на один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Последние исследования ученых говорят о том, что наследуется не само заболевание, хронический алкоголизм, а наследуется сочетание генов, при котором более возможно развитие хронического алкоголизма. Есть часть пациентов, у которых вот те самые системы нейромедиации, о которых я говорил, работают немного по-другому. Им нужно меньше период употребления алкоголя по длительности, чтобы у них развился этот синдром зависимости. И существуют методики, которые выявляют вот эту вот предрасположенность. Поэтому это новое слово в наркологии, это генетическое консультирование, отвечая на вопрос, передается по наследству предрасположенность к синдрому зависимости. Алкоголя, наркотиков, неважно. Но такая предрасположенность существует, и она генетически обусловлена. И в завершении, все-таки, если люди вот поняли, осознали, ну, держат стыд, страх, что-то еще обратиться к вам. Вот в двух словах, что скажете на это? Мне бы хотелось, чтобы те люди, которые страдают от пагубного пристрастия или от синдрома зависимости от алкоголя, на более ранних этапах осознавали, прислушивались к близким, прислушивались к своему организму, что действительно проблема существует. Это очень важно понять. Если такое осознание происходит, и нужно бояться обращаться к... Нужно все-таки, да, обратиться в Самарский областной наркологический диспансер. Спасибо вам огромное за эту беседу. Увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!